В тот вечер все казалось обыденным, и никаких признаков надвигающейся проблемы не наблюдалось. Михаил решил выполнить рутинное действие вынести мусор в контейнер возле дома. По идее, задача не должна была занять много времени. Однако на этот раз ситуация сложилась иначе. А порожнив мусорное ведро, Михаил услышал едва уловимый писк. Звук был настолько тонкий, что сначала ему даже не удалось определить, откуда он доносится. Когда же писк повторился, Михаил осознал, что он исходит из того самого контейнера, в который он только что высыпал мусор. Взглянув внутрь бака, Михаил быстро понял источник звука на дне, среди отходов шевелились шесть малюсеньких котят. Эти существа были настолько неприметными, что их трудно было даже назвать котятами, видимо, они родились всего несколько дней назад. Согласно словам Михаила, состояние этих малышей было крайне печальным, отсутствующая шерсть, заболевшие глаза, полный разгул блох. Понимая, что отдохнуть в этот вечер ему уже не удастся, Михаил начал осторожно доставать котят из мусорного бака, размышляя о том, как лучше им помочь. Решение пришло быстро, отложив все свои планы, Михаил поспешил в ближайшую ветеринарную клинику с этими маленькими пассажирами. Сотрудники клиники были крайне отзывчивы и немедленно приступили к осмотру. Оказалось, что большинство котят страдают от блох и инфекций, но один из них был в особенно плохом состоянии, весив в три раза меньше остальных и имея серьезную инфекцию глаз. Врачи сразу же принялись за лечение. На протяжении нескольких недель котята стали заметно лучше, активнее и даже начали набирать вес. Самый слабый из них тоже не отставал от остальных, хотя его шерсть была более редкой и тонкой. По прошествии трех месяцев, уже полностью выздоровев, котятам нашли новых хозяев, которые с радостью приняли их к себе в дом. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.